ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ПАНИ ТАПАНОВА РЕЗИДЕНТ УКРАИНИ Так, пошли панфары ПА-ПРА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПРА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА! Василий Петрович, что сидим-то? Выходим из лимузина. Выходим-выходим. Так, стоим здесь, носочки ровно, глаза закрыли, открыли, так лучше. Пойдем. Идем-идем-идем. Здесь вас встречает командир почетного караула. Лешаноловный, пан и президент, и бла-бла-бла, жмете ему руку. Жмете-жмете. Отлично. Идем дальше. Не сутулимся. Нет. Красиво. Подбородок выше, улыбочка. Обычная легкая президентская походка. Получится, все сделаем. Осторожно, ступеньки. Три штуки. Завтра тоже три будет. Я понимаю. Гардемарины, кадеты, красавцы. Завтра упадешь. Не забудем. Проходим. Подбородок выше. Не сутулимся. Так, вот здесь стоп. Замечательно. Улыбка. Подбородок выше. Еще выше. Еще. Ух ты. А, люстра. Красивая. Впечатляет. Да. 8 миллионов евро. Первый президент купил на аукционе. Мещанство. Может, про завтрак? А, спасибо. Я не голоден. Ну, как хотите. Я с удовольствием. После. И поднимаемся по лестнице. Здесь завтра будут гвардейцы. Улыбаемся. Идем ровно по мраморным ступенькам. Кстати, итальянские древние. Да. По ним еще сама Мария Антонна это поднималась. Куда? Да. На казнь. А, кстати, люстра была раньше серебряная, сейчас золотая. Дефолт 2008 года. Помните? Конечно. Вот он. Да. Идем. Ровная спина. Дышим. Да, дышу. Кстати, хорошо дышится. Хорошо, да. Семь уровней очистки. Да? Да. У Обамы шесть, кстати. Ну, интересно. Любил символизм. Да, да. Ух ты. Птичка Янукович. Замечек. Работает. Да. Идем дальше. Да. И вот здесь стоп. Да. Постоим на красной книге. Как это? 17 пород редкого дерева. Да вы что? Да. И на балкончик. Прямо? Да. Выходим. Здесь гости, депутаты. Машем ручкой. Машем, машем. Благословляем. Другой работа осталась. Глаза закройте. Откройте. Да. Все-таки так лучше. Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку. Я всего на свете член. Почти что супермен. Но редко лезу в драку. Знает весь двор. Мой приговор. Слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь. И даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ. А что имею право на животу. Вот тут набьют, а тут слуга народа. Гвардейцы. Открываю дверь. Фанфары, аплодисменты. И пошли. Вспышки, вспышки, вспышки. Секунд двадцать. Несложно. Улыбаемся. Да. Улыбаемся. Над улыбкой поработаем позже. И подходим к трибуне. Есть. Господин президент. Да. Кто из нас господин президент? Я. Замечательно. Так может, к лесу передам? Поведяйся, поведяйся. Я волнуюсь. Подходим к трибуне и читаем речь. О, еще и лечь. Да, хорошо. Шановне. Шановне. Извините, это мой бог. Необходимо размять речевой аппарат. Для начала давайте. Бда-бди-бдо-бду. Бда-бди-бдо-бду. Вот замечательно. Бда-бди-бдо-бду. Вот так, скороговорки. Значит, оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Орешки. Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Орешки. Я не хочу, спасибо. А, да. Зачем? Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. О, да, хорошо. Ага. О. Как греки. Как греки. Ага. Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Лоббировала. Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Прекрасно. Спасибо. Усложню. Давайте. Ехал гепа через реку, видит гепа в реке рак. Да. Сунул гепа дупу в реку, рак за дупу гепу цап. Угу. Ехал гепа через реку, видит гепа в реке рак. Сунул гепа дупу. Дупу сунул рак. Дупу в реку, рак за дупу гепу цап. Прекрасно. Да, спасибо. Замечательно. Теперь моя любимая. Шёл Ляшко по шоссе и… И что? И всё. Размяли речевой аппарат. Орехи дало. Читаем речь. Да. Попробую. Шановные спеви… Слушайте, а можно я вместо «шановные спевичники» скажу «дорогие украинцы»? Как-то ближе… Да, конечно. Дорогие украинцы. Неплохо. Только не надо бубнить себе под нос. Да. Дорогие украинцы. Отлично. Можно погромче. Дорогие украинцы. В то же время и кричать не надо, это необязательно, да. Дорогие украинцы. Вот это слишком быстро. Понял. Чуть размереннее. Ага. Дорогие украинцы. Что, уснули все, да, кругом? Ну, эти мхатовские паузы ни к чему. Я вас прошу, господин присуток. Спокойно, мягче. Видишь, человек волновится. Извините. Спасибо, Юрий Иванович. Нет, за что. Давайте, глагольте. Меня здесь нет. Хорошо. Всё. Понял. Дорогие украинцы. Чверть столетия тому мы начали... Не-не, стоп, стоп, стоп. Извините. Давайте так. Раза три-четыре с орехами. Потом речь как песня подьётся. Да-да. Я это знаю просто. Спинаром. Улыбочкой. О! Заиграла. И речь. Дорогие украинцы. Ага. Чверть столетия тому... Чверть. Чверть. Чверть столетия тому мы почали будувати... Почали? Почали будувати новую нацию. 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 Новую нацию зародженную... Зародженную. Зародженную. Зародженную у свободы. И зверю в ревноправность... Усих громадян. Вот это дело. Теперь как скороговорку. Я понял. Дорогие украинцы. Чверть столетия тому мы почали... Будувати новую нацию. Зародженную свободу. И зверю в ревноправность... Усих громадян. Прекрасно. Нет ничего прекрасного. Что так? А мне кажется, что это речь... Линкольна. В Пенсильвании. В 1863 году. Да? Ну прекрасно. Замечательно. Здесь никто не вспомнит. А на родине Линкольна оценят. Вам у них скоро деньги просить. Да может быть я тогда лучше своими словами? Василий Петрович, миленький. Послушайте. Поверьте моему жизненному опыту. Любая отседательная заканчивается попередниками и кровосесями. Так что давайте строго по тексту. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Дорогие украинцы. А ты, бати, пришли свати до нареченої дохати. Не катите нам гарбуза. Голосуйте дружно за. Вы свидетели его вышли? У вас товар, у нас купец. У вашей девочке, а у нас молодець. Я ничего не понимаю. А вы кто? Мы батьки Славика. И пришли за сват эту вашу Наталочку. За сватавали девчоночку. Спасибо. Плачет. А ничего, что полгода назад ваш Славик ее бросил? И девочка полуживая ходила. Ничего? До сюда. Скажи хоть и в шокозатых. Наташа, я совершил ошибку. Наташа, я совершил ошибку. Прости меня, пожалуйста. Ага. Сейчас. Ну пожалуйста. Все, Славик. До свидос. Пожалуйста. Извините. Заждите, пожалуйста. Но у вас еще одна незамежная голубка есть. За сватавали девчоночку. До свидания. Мама. Ты это видел? Нет, ну... Что такое? А ничего, что мы принца Гарри, как минимум, в женихи поджидаем. А они нам этого рахитного впаривают. За сватавали... Пошли завтрак. Ну, а сейчас самая важная часть церемонии. Вы принимаете поздравления. Ага. Ребят, поехали. Что я должен делать? Ничего особенного. Улыбайтесь, кивайте, жмете руку. И главное, мало говорите, чтобы потом не пришлось много извиняться. Хорошо. Присядьте. Дамы и господа. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Встаем. Неужели сам? Хэ. 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 Здравствуйте, Настя Митя. Простите, я вас не понимаю. Кстати, я тоже не понимаю, зачем нам нужен Обама, если он не будет на инаугурации. Понял. Коля, домой. Совсем не похож. Нет, не похожа. Но мы просто хотели приблизить вас к реалиям. Присядьте. Угу. Дамы и господа. Ангела Мэркель. Встаем. Аннет. Здрасте, Василий Петрович. Валя. Ну какое здрасте? Откуда здрасте? Ты бы еще шалом сказала. Дай мне Мэркель. Мэркель дай. Гуден абэн хер, Василий Петрович. Гуден абэн. Да. Жмете руку мягенько. Она должна доминировать. От этого зависит размер помощи Центробанка Германии. Данки сон. Валя. Немецкий надо подтянуть. Мне кажется, неплохое такое баварское произношение. Присядьте. Спасибо. Дамы и господа. Саркози и Путин. При чем тут Путин? А при чем тут Саркози? Во Франции давно Олан. Извините. Прошлогодний список подсунули. Так, это Саркози. Ну-ка, свали. Путин. Потеряйся. Быстрее. Быстрее. Чтобы я не видел больше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Можно не вставать. Ага. Ох. Простите. Я на секунду. Алло. Оль. Это срочно или может подождать? Господин Президент. Я всего лишь хотела напомнить, что сегодня у вас запланирована неофициальная встреча с сыном. Но в силу своей природной забывчивости и свалившегося на вас груза ответственности, вы наверняка о ней забыли, да? Оль, я ничего не забыл. Немножко закрутился, но уже выезжаю. Юрий Иванович, мы можем прерваться ненадолго. Мне нужно уехать. Куда? В сыном пообещал зоопарк. Олег. Сорок бойцов, пять снайперов, один вертолет. Два часа на подготовку. А проще никак нельзя? Ну, разве что зверей сюда перевезти. Тогда час на подготовку. Хотя бы так. Выполняй. Спасибо. Круто мы отдыхали, да? И народу не много. Ну, пошла. Круто. Что такое тесто? Ну, вообще-то мы хотели пойти в зоопарк. Сынок, я же не виноват, что дочь ваша. Ну, и потом, может быть, все не так плохо. В Киевском зоопарке всех животных меньше, чем здесь. Может, поиграем во что? Радость и печаль. Начинаем. Хорошо, Яночка. Назови самую большую радость этой недели. Ты стал президентом. Теперь ты почти самый крутой папа в классе. А почему это почти самый крутой? Просто папа Коваленко, водитель Догна. Водитель Догна, конечно, он меня сделал. Но у тебя уверенное второе место. Серебро – это неплохо. Поехали дальше? Да. Тревоги. А это правда, что ты будешь меня меньше любить? Сынок, с чего ты взял? Ну, это кроме меня. Тебе придется любить еще целый народ. Димыч, несмотря на то, что я президент, я все тот же твой папа, а ты все тот же мой любимый сын. И я, конечно, люблю свой народ, но ты у меня будешь всегда на первом месте. Хочешь, поклянусь на конституции страны? Ладно, проехали. Да. Теперь… Что? Сейчас. Что такое? Зовут. Ехать в гора. Наши мамин. Подный десант. Немного задержались, извини, пожалуйста. Да, ничего. Василий Петрович, вы бы еще на встречу с сыном с ротой почетного караула пришли. Прости, пожалуйста. Положено по статусу. А шишек нам там по статусу не положено? Да их нету. Да их нету. Да нету. Пап. Да, сын. А можешь ты на мой день рождения издать такой указ? Чтоб мама снова вышла за тебя замуж. Сыночка, этот, знаешь, не папа на компетенцию, он же президент. Да, да, да. Это вы опять начнете ссориться, ругаться. Второго вашего развода моя психика не переживет. Поэтому лучшие ролики. Ролики? Да. Нормальный подарок. Договорились. Хорошо, я буду бежать у меня. Я тебе позвоню. Пока. Хорошо. Да. Счастливо. Нет, ну это капец какой-то. Он орет и орет. Когда у него уже батарейка сядет? Что мы с ним делать? Ну, натусь, может, выйдешь к нему? А вдруг и правду одумается. Ааа, ща. Доча не ведись. Это точно как папаша твой. Милицию надо вызывать. Да какую милицию? Да какую милицию? Вот и вся милиция. Петя! Что Петя? Что Петя? И чтоб художество вот эти с асфальта снял. Весь двор своей любовью загадил. Налугомонный какой-то. Да, он еще и безграмотный. Наташа, выходи за меня. Через И. А что, неправильно? Мама. Мы ужинать будем, а? Будем, будем. Ну хорошо. Я, да, да. О, мать, а что пенцовая тарелка? А, славика. Это я для Васеньки по привычке накрыла. Как он там наш дорогой. Да думаю, с голоду не умирает, в отличие от меня. Мать, что застыло? Да, да, да. О, опять вареники. Ну, извиняйте, рябчиков нету. А Васька? Угу. Сейчас не будешь жируют. Его там деликатесами сторочки кормят. Итак, господин президент, чтобы ничего не перепутать. Да. Эта вилка для основного блюда. Хорошо. Эти вилки для салата. Салат. Это для лимона. Это мидии и устрицы. Так, Стас. Не ходим к ложкам. К ложкам. Это ложка для супов. Это для спагетти. Спагетти. Это для десерта. Это для масла. Масла. Это для кофе и чая. Ну, с ножами просто. Это стейк, десертный, закуски для рыбы и профитроли. Ясно? Ну... Замечательно. Тогда приятного аппетита. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не спите? Василий Петрович, прошу прощения, как-то не сообразил сразу предложить. Может, хотите первую линию? Это как? Ну, как? Ну, вам виднее. Можно так, можно… Вы что, Юрий Иванович, издеваетесь? Ну, правильно. Завтра сложный день. Причем тот день, Юрий Иванович? Ну, вы даете, конечно. До свидания. Василий Петрович! Ну, что еще? Ну, если передумаете, вот пульт. Кнопка 1 – Анжела, кнопка 2 – Виолетта, кнопка 3 – Эдуард. Юрий Иванович, какие кнопки? Я вам говорю, ничего не нужно, спасибо. Сами разберетесь, да? Вот пультик здесь. Да, я сам разберусь, пультик там. До свидания. Спокойной ночи. Ужас. Так, значит, шверт, да, шверт… Ну, блин, как же, да, шверт, столице тому… А мы почали, мы почали, да, столице тому… Мы почали обудувати нацию. Господин президент. Почему? Ну, что ж тут? Юрий Иванович, ну… Ну, в самом деле. Юрий Иванович, Юрий Иванович. Василий Петрович. Юрий Иванович. Ух, чествие. Добрый вечер, Василий Петрович. Здрасте. Здрасте, господин Линкольн. Очень приятно. А как вы? А я вот зашел узнать, как дела. Совесть не мучает? Авраам, как вас по-батюшке? Можно просто, господин президент. Господин президент, если бы по поводу этой речи, я не собирался ее воровать. Ну, тем более зачем? У вас прекрасный спич на ютюбе. Да. Я, правда, не понял некоторые слова. Вот это, пис, это, вероятно, мир. А вот что такое детс, я не знаю. Как бы, состояние нашей страны. Мир? Нет. Ясно. Примерно так. Это как у нас Великая депрессия. А, типа того. И? Что и? Что будете делать? Где дела? Или ваш потолок 5 миллионов просмотров на ютюбе? Ну, во-первых, не 5, а 8. Вот, а во-вторых... А знаете, а мы с вами очень похожи. Я тоже из простой семьи. Тоже вначале не верил в свои силы. Но я все-таки отменил рабство. Освободил миллионы людей в 1800... В Шрифтатаро, я помню. В Рагу. Василий Петрович, вы тоже можете освободить свой народ? Ну, у нас же рабства нет. А вы считаете, что для миллионов украинцев, которые каторжно вкалывают, чтобы обеспечить зажравшуюся, так сказать, пелиту, их дома, лимузины, дачи, это не рабство? А что я могу сделать? Будьте самим собой, господин президент. А что я могу сделать? Президент Голобородько, по сути, еще не заступил на пост, но мы уже видим изменения. Так, впервые в истории инаугурация президента состоится не в Верховной Раде, где, напомню, сейчас продолжается ремонт, а в Доме Учителя. Безусловно, это очень символично, поскольку ранее Василий Голобородько работал именно учителем истории. Это катастрофа, у нас 47 международных делегаций, прямой эфир, СМИ. Как это он отказался? Так и сказал, не нужна где-то охрана, кортеж. Сам, говорит, доберусь. Что мне было с ним делать? Машину и силком запихивать? Может, там случилось что-то? Дай бог. В смысле, не дай бог. Для встречи президента на КРАО! Зачем нужен этот пафос? Какой нахрен пафос? Она изнутри не открывается. Пану президент, рода по-честной варты с нагодой инаугурацией вычеклана. Начальник по-честной варты генерал-лейтенант Сидоренко. Дай бог. Большое здоровье. Дякую. Пани да панове, президент Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогі співвітчизники та гості України! Чверть століття тому ми почали будувати нову націю, зароджену у свободі з вірою у рівноправність усіх громадян. Василь Петрович, ви вже знаєте, що скажете на інаугурацію? Сашко, яка інаугураць? Мене ніхто не бере. А вдруг выберуть? Будете потім бекать-мекать перед всій страной, а ми за вас краснеть. Хватить веселиться, у нас контрольная, пишите. Надо бы порепетировать, Василий Петрович. Не буду я репетировать. Я вам с ней с этой контролем. Хорошо, хорошо. Раскричайся, порепетируйте. Давайте. Что нужно делать? Руку на Библию. Руку на Библию? Библии нет, ребят. Ну, есть классный журнал. Не Библия, но вещь тоже святая. Какую руку? Правую? Правую. Так, хорошо. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот, я же говорил. Начните, как все. Пообещайте, что все у нас будет хорошо, что… Левченко, я ничего никому обещать не собираюсь. Правильно. Головне честно і своїми словами. А в конце еще вот так сделайте. Оп! И вообще будет супер. Я обязательно так сделаю. После того, как ты мне наконец дашь реферат на тему у Запорожской сечи. Вибачте. Можно я краще своими словами? Знаете, я простой учитель истории. Такая история. Учитель истории попал в историю. Забавно. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Вот. Но я… Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока. Я разберусь. Но я знаю одно. Поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Мой родителям. Ну, и всем вам, конечно же. Вот это, украинцы. Я вам обещаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Скоро выбирать его. Так надо знать его. А за его, мать его. Кто брател у него. Чтоб не оказался он очередным уродом. Бандита. Борюга. Нам нужен.